Вы слушаете канал жаж.клаб. Обратная сторона картины. Национальная галерея подтверждает, что «девушка с флейтой» не является работой Вермеера. Эксперты давно задавались вопросом, действительно ли «девушка с флейтой» является одной из немногих в мире картин голландского мастера. Пандемия дала музею возможность провести расследование. Она уже давно считается сомнительной. Теперь официально «девушка с флейтой» — одна из четырех картин Национальной художественной галереи, приписываемых Иоганну Вермееру, на самом деле не принадлежит кисти художника. Четыре картины художника теперь стали тремя. И благодаря новому сочетанию научного анализа, понимания истории искусства и осознанного взгляда давняя досадная проблема решена. На пресс-конференции в пятницу 7 октября музей поделился выводом о том, что междисциплинарная группа кураторов, реставраторов и ученых определила. Картина была создана «сотрудником Вермеера», а не самим голландским художником. Так что Вермеер не написал «девушку с флейтой». Вермеер, 1632-1675, один из самых любимых художников в мире. В обычное время люди приходят в Национальную галерею, ожидая увидеть все работы Вермеера. Трудно оправдать их перемещение в консервационную лабораторию более чем на день или два. Но пандемия убрала это препятствие. По словам куратора Марджери, Бетси, Визиман, главы отдела Североевропейской живописи Национальной галереи, длительное закрытие музея означало, что у нее и ее коллег была «уникальная возможность снять все четыре картины со стены и одновременно разместить их в консервационной лаборатории». Были люди, которые научились за это время вышивать и печь хлеб, пошутила она в своем интервью в четверг. А это был наш проект по пандемии. Ореол исключительности вокруг имени Вермеера усиливается тем фактом, что его работы были мизерными. В мире существует всего около 35 картин Вермеера. Это отчасти объясняет, почему, хотя его и уважали при жизни, в течение двух столетий о Вермеере почти забыли, пока его не открыли заново в XIX веке. «Девушка с флейтой» была заново открыта в 1906 году и подарена NGA Джозефом Уайденером в 1942 году. Сегодня Вермеером не просто восхищаются, его обожают. Его жизнь, о которой мало что известно, является предметом самых продаваемых романов и фильмов. Но сами картины парят над шумом и ажиотажем. Невероятно тихие, изысканно окрашенные, потрясающе интимные, они являются упреком шуму и хаосу современной жизни и бальзамом для измученных чувств информационного века. Имея время и пространство в лаборатории, исследователи NGA, возглавляемые с научной стороны старшим научным сотрудником по визуализации Джоном Делани, подвергли картины сложной визуализации. Они опирались на богатую историю исследований Вермеера FNGA, особенно Мелани Геффорд, ныне вышедшей на пенсию реставратором технологий живописи. Фото Washington Post.com с самого начала не было ясно, что они придумают что-то новое. Но результатом, по словам Визиман, стало «экспоненциальное увеличение нашего понимания рабочего процесса Вермеера». Этот скачок в знаниях, по ее словам, позволил определить, что «девушка с флейтой» написана не Вермеером. Геффорд проанализировал крошечные образцы, взятые у работ Вермеера NGA, поэтому, по словам Делани, уже было много данных о картинах. Теперь комбинация микроскопического анализа и продвинутой визуализации позволила Делани и его коллеге Кэтрин Дули нанести на карту материалы, которые использовал Вермеер. Эти методы включали рентгеновскую флуоресцентную спектроскопию и гиперспектральную визуализацию отражения, в которой используется светорассеивающий спектрометр для сбора и обработки информации со всего электромагнитного спектра. Посетители новой выставки NGA «Секреты Вермеера» 8 октября, 8 января, могут увидеть кое-что из того, что обнаружила исследовательская группа, перед отправкой работ на крупнейшую в истории ретроспективу Вермеера Фрикс-музеум в Амстердаме, 10 февраля, 4 июня. Экспозиция включает в себя четыре картины Вермеера из NGA, теперь три, и две подделки XX века, которые до сих пор находятся в коллекции галереи. Продолжение читайте на сайте жаж.клаб